Я хотел бы взять вас в небольшое путешествие. Вы не против? У нас недавно было путешествие в Вифлеем, мы так его и называли, путешествие во времени. Вот сейчас можно отправиться в еще одно путешествие, в Иерусалим мы пойдем с вами, 500 лет до Рождества Христова. Только не сильно будем надеяться на то, что увидим мы там тот красивый город с красивыми золоченными стенами храма или куполами или чем-нибудь еще, что привлекает наш взор, потому что речь идет о городе разрушенном, речь идет о городе, у которого нет стен, речь идет о городе, в котором разрушен храм. И если есть дома, то они либо недавно восстановлены, либо уцелели из руин разрушения еще Навуходоносора. Речь идет о возвращении иудеев в Иерусалим. Мы говорим о возвращении, хотя нужно ведь сказать, что возвратились немногие, имеется в виду кое-кто дожил до этого возвращения, оно прошло после 70 лет пленения, поэтому было, возможно, лишь небольшое количество людей, которые в раннем возрасте покинули Иерусалим в виде пленников и были увидены в Вавилон насильно. И потом они уже тогда, когда вернулись, вот о них, помните, уже Ездра пишет, что когда они видели новый храм, у них слезы были на глазах. И не только потому, что, наконец, они возвратились, а потому, что, ну, этот храм уже, конечно, не был по славе, по своей грандиозности, по своему великолепию. Нельзя было его сравнить с тем храмом, который был раньше. Таких было немного. В основном, те люди, которые возвратились, это мы так условно говорим, что они возвратились. Это были новые люди, это были дети, переселенцы в Вавилон. Это были люди, которые пришли туда, в Иудейскую землю. Их было около 50 тысяч, возможно, так вот подсчетом делают, когда списки смотрят в книге Ездры и Неемии. Их было около 50 тысяч переселенцев туда. Мы сегодня будем читать с вами из книги Ездры, с 3 главы, первые 10 стихов. Книга Ездры, 1 глава, первые 10 стихов. Там написано, когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иоседеков, и братья его священники, и Заровавель, сын Салафиилов, и братья его. И соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем все сожжения, как написано в законе Моисея, человека Божья. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем все сожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. И совершили праздник кущий, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное, и в новомесячье, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам, и плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам, и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя Персидского. Во второй год, по приходе своем к Дому Божьему в Иерусалим, во второй месяц, Зарававель, сын Салафилов, и Иисус, сын Иоседеков, и прочие братья их священники, и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья Его и братья Его Кадмиилы, сыновья Его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хеннадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. Вот такой отрывок, немножко длинный, но для того, чтобы мы понимали обстановку, в которой все это происходило. Друзья мои, еще не было положено основание храму, но они уже славили Господа. Это основание, это фундамент. И вот без хорошего основания, без хорошего фундамента вообще ничего прочного не построишь. Мы знаем, что в наших домах, как бы там ни было, должно быть основание, должен быть фундамент. Я слышал об одном человеке, который переехал в другой штат, купил себе новый дом, поселился со своей супругой. Через несколько месяцев у него проблемы. Проблема заключалась в том, что по стенам пошли трещины. Проблема потом усугубилась тем, что он заметил, что расползается то место, где окно смыкается со стеной. Там тоже образуется трещина. Проблема была в том, что двери перестали закрываться. Мы знаем, что такое происходит тогда, когда что-то в доме не соответствует. Знаете, перекосился дом почему-то. Он приглашает инспектора, и инспектор обнаруживает, что фундамент на этом доме был заложен неправильно. Столько денег вложено в этот дом, он купил этот дом, он уже несколько месяцев в нем живет, и вдруг нужно принимать радикальные решения, потому что дом этот, оказывается, построен неправильно. Как построить правильный фундамент? Как заложить правильный фундамент? Вот эта история, которую мы прочитали с вами о переселенцах из Вавилона в Палестину, в землю Израиля, им необходимо было заложить правильный фундамент. Вы заметили, в шестом стихе было сказано, фундамент дома Божьего еще не был заложен. Мы сказали бы, ну, в этом и есть правильный фундамент. Но нет, первые десять стихов здесь говорят о том, что они заложили этот правильный фундамент. Этот материальный фундамент храма еще не был заложен, но духовный фундамент заложен уже был. Они уже поставили первым делом по своему приезду, по своему приходу жертвенник Господу и стали приносить на нем жертвы. И вы заметили, как в тексте сказано о том, что эти жертвы они стали приносить не просто иногда, не просто когда есть возможность, в конце концов, не у каждого был достаток, они не так давно переехали. И, друзья мои, они стали их приносить каждый день, подчеркнуто по закону Моисееву, как положено, как сказано. Есть утреннее жертвоприношение, есть вечернее. И первым делом, что сделали эти люди по своем переезде, они установили жертвенник Господу и стали приносить на нем жертвы. Представьте себе, вот мы решили с вами строить молитвенный дом, выбрали место для этого строительства, помолились, чтобы Господь благословил это строительство. Строительство еще не началось, там находится пустырь, вот-вот, может быть, котлован нужно вырыть, а кто-то взял и там уже кафедру поставил. Там, на этом пустыре, еще ничего нету, а уже стоит кафедра. Вот примерно с этим можно сравнить то, что сделали здесь израильтяне. Они, друзья мои, начали с самого главного. Шестой стих говорит здесь так. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание. Материальный фундамент храма еще не был положен, и он не мог быть воздвигнут. Израильтяне понимали это. Этот материальный фундамент не мог быть воздвигнут без фундамента духовного. У этого года есть свой материальный фундамент, друзья мои, потому что все мы находимся в этом мире. Мы пока что с вами находимся в наших телах. Нам необходима работа, нам необходимо зарабатывать на жизнь, нам нужно кормить наши семьи, нам нужно на чем-то ездить, нам нужно что-то кушать, так уж устроил нас Господь. Это материальный фундамент, но он не состоится, если не будет положен этот духовный фундамент. Я тоже слышал о надвигающихся трудностях. Вы уже о них осведомлены? Вы знаете, что прогнозы на этот 2023 год безрадостные? Вы знаете, что тогда, когда мы желаем, чтобы этот 2023 год стал лучше, чем год 2022, мы действительно уповаем только на Божье чудо, только на Его водительство, только на Его благость? Друзья мои, потому что если посмотреть, я уже даже не говорю о войне, я говорю даже о наших трудностях сегодня, если посмотреть на прогнозы, все говорят о том, что 2023 год ожидается годом экономического кризиса здесь на Западе и здесь у нас в Соединенных Штатах. Я не говорю о тех каких-нибудь чьих-то проплаченных пропагандистах, я говорю о наших доморощенных аналитиках, которые нам это говорят. Я не говорю о тех пророках, которые где-то непонятно где это все вычитали. Я говорю о тех, кто просчитывает это с помощью различных экономических показателей. Я думаю, что среди нас есть те, которые сегодня ощущают это на себе и думают, Господи, а может быть это коснется и меня, и моей семьи? Может быть такая ситуация, что мой доход существенно уменьшится? Может быть такая ситуация, что я могу потерять работу? Может быть такая ситуация, что ко мне в дом приедут новоприбывшие, беженцы, кто-нибудь еще, кого я должен буду принимать, и это тоже повлияет определенным образом на наше благосостояние. Мы обеспокоены многими вещами, которые уже происходят вокруг нас. Неужели мы не замечаем рост цен, неопределенность, которая существует вокруг? Кстати, иудеи, о которых мы с вами прочитали в тексте, они тоже были в страхе. Вы заметили, в третьем стихе написано, они были в страхе. И почему? Потому что окружающие народы представляли для себя опасность. Кругом находились враги, которые только и жаждали, чтобы не дать развиться этой новой иудейской общине, не дать им построить храм. Это были и самаряне, и другие тоже народы. И вот они, иудеи, находясь в страхе, кстати, именно поэтому и сказано, они построили этот жертвенник. Страх побудил, страх стал мотивировать их на то, чтобы всесожжение и жертвы Господу делать регулярно, как предписывал тогда закон Моисеев. Подобны они нам сегодня. Они вступили в новую ситуацию, мы вступили в Новый год. У них была новая реальность, с которой нужно как-то было совладать, как-то мириться, как-то себе ее объяснять. И у нас с вами новая ситуация. Кстати, для некоторых даже физически новая, потому что кто-то не так давно сюда переехал, не правда ли? Но так или иначе у нас новая ситуация, потому что многое изменилось за минувший год. Потому что 23-й год действительно нечто необычное, нечто новое. И вот мы тоже находимся в определенном страхе. Что будет завтра? Что будет из-за той неопределенности и войны, которая происходит в мире? Не распространится ли она и дальше? И так далее. Реакцией на страх иудеев было воздвигнуть жертвенник Богу. Вот представьте себе, улицы пусты, дома еще не восстановлены. Мы с вами в тексте прочитали, что далеко не все из этих людей жили в Иерусалиме. Они собрались с разных мест, в которые только недавно переехали, с разных мест, находившихся в Иудее. Если это так, то для кого-то это был день пути, а для кого-то не один день пути. Но они все собрались в Иерусалим, как написано, как один человек. Для чего? Для кого-то это выглядит непонятным. Для кого-то это выглядит пустым. Для того, чтобы возносить жертвы Господу, чтобы возносить Ему хвалу. И это якобы защитит от внешних врагов. И это все тогда, когда стены разрушены. И это все, когда еще города, как следует, не восстановлено. И это все, когда еще даже храма еще нет, но жертвенник уже стоит. Друзья, в этом урок для нас. Вопрос звучит сегодня так. Хочу ли я иметь благословение в будущем году? А кто же его не хочет? Хочу ли я, как семья и как церковь, иметь его в будущем году? И мы все, наверное, в сердцах говорим, да, конечно, хотим. Ну что же, поставим жертвенник Господу прежде всего. Принесем на нем жертвы. Будем делать это ежедневно. Новый год – это прекрасная возможность обновить. Обновить свое посвящение Господу. Это прекрасная возможность обновить. Обновить завет свой с Господом, который каждый из нас заключал тогда, когда принимал крещение. Новый год – это прекрасная возможность обновить. Обновить свое посвящение и свое желание читать Библию каждый день. Может быть, у нас есть те, кто оставили это, и где-то даже себе не признаются, на каком дне или на каком году в прошлом это оставили. Новый год – это прекрасная возможность обновить. Обновить семейную молитву, которая может быть заброшена, ввиду того, что, ну вот, расписание не совпадает, или еще что-то вклинивается в наши заботы, в наши повседневные дела, и мы просто не можем этого делать. Новый год – это возможность заново расставить для себя приоритеты, сделать то, что сделали тогда израильтяне. На этом сгарище, да, сгарище по-украински – это, значит, когда все выгорело, да, на этой пустоши, тогда, когда нет еще ничего, они построили жертвенник Господу. Они начали с этого, именно благодаря этому они имели благословение. Книга «Ездры и Неемии» повествует о том, что они восстановили храм. Да, были преследования, были противодействия, были даже перерывы в строительстве, но они также восстановили и построили новые стены города. В конце концов, было благословение. Почему? Потому что сперва они расставили правильно приоритеты. Посмотрим, чему еще, кроме этого, мы можем научиться из этого отрывка. Ведь мы пришли сюда и спрашивать его благословения на Новый год. И здесь сказано, этот отрывок как бы намекает нам, вы знаете, а ведь от нас, как от народа Божьего, мы народ Божий Нового Завета, иудеи были народом Божьим Ветхого Завета, от нас многое зависит в получении этих благословений. Стих первый нашего текста говорит, я обращаюсь опять к нему, и там сказано, тогда собрался народ как один человек в Иерусалим. Единство. А ведь у них было многое, что их разъединяло. Они пришли, в конце концов, из разных колен. Там они, ну, знаете, когда их переселяли в Вавилон, вы помните, когда возвращались они, некоторых списков родословных даже не было. Некоторые не могли доказать своего происхождения. Вот представьте, человек утверждает, что он из какого-то колена, а записи об этом нет. И что дальше? В этой системе ценностей, а там это было очень важно, от этого зависело твое материальное положение, твоя работа, чем ты будешь заниматься. И вот теперь нет этой записи. И что теперь делать? Неразбериха возникает. Возникает разделение между людей. Был разный материальный статус. Читатели этих книг знают, что происходило дальше, что были те люди, которые были побогаче, из Вавилона, они приехали с хорошим достатком. У них даже были рабы, свои собственные. И об этом говорит текст, потому что также некоторая часть возвращенцев была в статусе рабов. Материальный статус очень сильно разделяет людей, не так ли? Они, как мы уже с вами увидели, поселились в разных городах Иудеи. И можно было бы и дальше перечислять то, что могло их тогда разделять. Но у них был один Господь, у них была одна цель. Они знали, что они представляют перед Господом единый народ. И они знали, что если они разъединятся, то тогда тем самым внешним врагам будет очень, очень легко их всех переломить по одиночке. Минувший год был испытанием нашего единства. Нашего единства, как народа Божьего, нашего единства, как Церкви Иисуса Христа, и даже как Церкви Возрождения. Такое ощущение, что вначале Господь взял и склеил нас вместе, склеил клеем небесным, как, знаете, посуду иногда склеивают, тогда, когда она разбивается. И потом вдруг эта посуда падает. И потом мы берем эту посуду и смотрим, о, удивительно, а она, оказывается, выстояла. А этот клей, оказывается, держит. Вот как можно сравнить это испытание. Держит ли нас этот небесный клей или нет? Ведь у нас тоже есть множество вещей, которые до сих пор имеют потенциал для того, чтобы разделить нас. Некогда Сатана так и объявил свой план о Божьем народе. Он говорит, я хочу сеять вас, как пшеницу. И Христос нам объявил об этом. Он говорит, я слышал, как Сатана хотел так сделать и с моими учениками, и с нами, с вами, братья и сестры. Это его план до сегодняшнего дня. Он хотел бы нас рассеять. Он хотел бы сделать между нами как можно больше противоречий и разделений. Но перед нами стоит выбор. Мы можем либо, как те иудеи, посмотреть на те вещи, которые нас объединяют, и сказать, так этих вещей больше, и они намного лучше. Вот эти вещи, кстати, в Новом Завете написано так. Послание к Ефесинам, 4 глава, 5 и 6 стихи. Послание к Ефесинам, 4 глава, стихи 5 и 6. Стой. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, которые над всеми и через всех и во всех нас. И вы знаете, эти вещи очень важны. Вот взять хотя бы одну из них, один Господь, значит, мы получаем команды из одного командующего, командного центра. Значит, у нас один главнокомандующий. Раз мы Его Господом называем, у нас не может быть других Господь. Или вот, чего стоит вот эта экспрессия, которая тоже есть здесь. Написано, Он у нас один Отец. Так значит, мы все братья и сестры. И это не просто прижившееся в христианстве обозначение друг друга. Это означает, что мы теперь родня, что мы теперь одна семья. И поэтому за нами вопрос, действительно ли мы сохраним это единство и будем как те иудеи, которые забудут разные вопросы, которые могли их разделять, и увидят, что если они не будут едины, то они не смогут победить. Ведь нас тоже поджидают враги. И, кстати, эти враги – это вовсе не разные национальности. Это не то, что Писание называет врагами. Сатана – враг душ человеческих, заботы, например. Поэтому будем опасаться такого состояния, когда мы бы с вами на этих врагов или из-за этих врагов могли оставить дело Божье. Определим правильно те, кто наши враги, те, кто являются нашими целями. И тогда наши враги станут очевидными для нас. И, кстати, первый враг, который находится внутри нас. Когда-то Бенджамин Франклин, не будучи, может быть, полностью христианином, но, тем не менее, сказал интересные слова. Он сказал такое – борись со своими пороками и мирись со своими близкими, и пусть каждый Новый год встречает тебя лучшим человеком. Посмотрим на пятый стих нашего текста. Книга «Ездры», третья глава, пятый стих. Там есть такие слова – и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. Кроме того, что они собрались вместе, они еще были жертвенными. Они показывали это усердие через свою щедрость. Дальше в этом же стихе написано, что они стали выдавать серебро каменотесам, для того, чтобы те делали соответствующую работу. Это были плотники, это были строители, которые уже туда прибывали. Вы помните, сиряне и тиряне должны были приносить строительные материалы, чтобы строить храм Божий. Еще при Соломоне так было, и вот теперь так продолжается. Если помните, у народа Божьего были прекрасные примеры жертвенности. Тогда, когда люди Божьи жертвовали многим ради постройки Скинии, пришлось их даже останавливать. Нужно было Моисею и тем, кто руководил народу вместе с ним, сказать, нет-нет, достаточно, друзья, этого хватит. А помните, как Павел поощрял македонские церкви и благодарил их за то, что они, несмотря на свою скудость и нищету, помогли иерусалимлянам, которые находились в нужде. И вот иудеи, о которых мы читаем здесь, сами, не всегда имея материальным достатком, сами, оказавшись в новой ситуации, в конце концов, нужно обустраиваться. Знаете, каждый шекель, сикль по-русски в нашем переводе, по-еврейски шекель на счету. И вот они жертвовали Господу. Почему? Наверное, потому что понимали, Господь достоин самого лучшего. И вот это мотивировало их жертвенность. Это мотивировало их жертвовать для Господа. Кстати, а ведь ситуация не изменилась. Мы уже сказали с вами о росте цен. И качественные вещи, те вещи, которые стоят дорого, ну, качество, оно стоит денег. Оно по-прежнему так. Кстати, наша любовь в семье часто этим выражается. Не правда ли? Сколько мы тратим на подарки, те же рождественские подарки. Мы хотим самое лучшее подарить нашим членам семьи. Мы хотим, чтобы у них был лучший, лучший дом, лучшая машина и так далее. Вот здесь возникает вопрос, как моя любовь к Господу? Как она выражается? Мы показывали хороший пример об этом в прошлом. Будем продолжать в новом году. Единство, щедрость, о котором мы сказали. И еще посмотрим на то, чему мы еще можем научиться у иудеев. Второй стих, третьей главы книги Ездры. Говорит, «И встал Иисус, сын Иоседеков, и братья его священники, и Заровавель, сын Салафилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея Человека Божья». Я подчеркиваю эти последние слова. Как написано. Если бы вы к ним подошли и спросили, друзья, что вы это делаете? Почему вы это делаете? Друзья, неужели вам другим нечем заняться? Я знаю, что тогда, когда оказываешься в новой ситуации, у тебя тысячи мыслей, и ты думаешь, что же первостепенно важное? Что нужно сделать сейчас? Мне что, нужно на работу устраиваться? Или нужно кормить детей? Или нужно доставать матрас, потому что мне не на чем спать? И если бы мы их спросили, почему вы это делаете, мы бы услышали ответ, который мы слышим в конце этого стиха. И ответ бы гласил, потому что так написано, потому что так говорит Слово Божье, потому что так заповедал нам муж Божий Моисей. Видите ли, Писание было для них авторитетом. Даже после всех переселений, после того, как в Вавилоне они посмотрели, что можно жить, можно даже и материально лучше, да? Они не забыли о Господе. Все чаще Писание для нас становится, ну, как бы фоном нашей жизни. Мы его знаем, мы многие вещи из Писания цитируем наизусть, но мне кажется, что для многих из нас Писание стало, как это радио, которое где-то должно звучать на фоне, на бэкграунде нашей жизни. Есть люди, которые в машине не могут ехать, если, ну, не звучит какая-то музыка. Есть люди, которые не сядут за стол и не будут кушать, потому что во время еды или во время того, как они готовят что-то на кухне, что-то должно звучать. И вот для этого фона, ну, есть, конечно, музыка, есть радио, и может это где-то и неплохо, но может где-то Священное Писание для нас таким стало. Оно должно звучать. И если его нет, и вдруг мы это ощущаем, то возникает какая-то пустота. Оно должно звучать на собраниях, оно должно звучать у нас в домах, но здесь другое, здесь большее. Здесь говорится о том, чтобы Писание было авторитетом, авторитетом для людей. Чем мы руководствуемся в жизни? Давайте зададим себе этот вопрос. Чем мы мотивируемся в наших решениях? Мы можем сказать, я так поступил в этой ситуации, потому что, ну, положа руку на сердце, так было выгоднее. А здесь я так поступил, потому что, ну, потому что так было удобно. А это я купил, потому что это было дешевле. И все это объяснимо и понятно. Но сколько раз мы руководствовались тем, что так написано. И я могу привести библейское основание. И я знаю, что это воля Божья. И я вижу, что Господь меня к этому призывает. И вот это основание. И хоть это основание не совсем логично, не всегда понятно, не во всем выгодно, но, тем не менее, я буду его держаться. И в личной жизни, и в семейной жизни, и в церковной жизни, ведь о церкви сказано как? Помните, в церкви есть стол и утверждение истины. Именно поэтому мы должны следить за тем, чтобы то, что мы делаем, соответствовало священному писанию. Только тогда можем рассчитывать на Божие благословения. Посмотрим еще на то, чему мы можем научиться у иудеев. Мы заметили, что тогда, когда они пришли на это новое место, они все очень активно в этом участвовали. Вообще, я не буду зачитывать этого отрывка, но по впечатлению от него поражает, что в строительстве храма участвовали практически все люди. Одни были надзирателями и руководителями, причем далеко не все, а только определенные люди. Вы слышали, как иногда нам говорят, друзья, а почему у вас так много вождей? А где же ваши индейцы? Понимаете, когда есть индейцы, кто-то должен быть вождем, а кто-то просто индейцем, правда? Так не может быть, чтобы все были вождями. А вот у нас иногда так бывает. Здесь были те, которые и пели в том числе и восхваляли Господа, об этом сказано. И дальше были те, кто были производителями работ, были каменотесы, были плотники, были строители. Каждый занимался своим делом, пока, наконец, фундамент не был установлен. Сегодня хороший день для того, чтобы напомнить о том, что у Бога нет людей бездарных, нет людей без таланта. Каждого из нас Господь одарил духовным даром, по крайней мере, одним. И сегодня, в первый день Нового года, у меня к тебе вопрос, дорогой друг, знаешь ли ты свой духовный дар? Вопрос первый. И второй. И второй. Используешь ли ты его для Господа? И если да, то пусть Господь тебя благословит. А если нет, то Новый год – это возможность, открытые двери для того, чтобы пересмотреть свое посвящение и для того, чтобы использовать и служить своим даром. Новый год – такая возможность для тебя. Иудейские переселенцы попали в новую реальность. Что же они сделали первым делом? Мы уже с вами прочитали, что они сделали. А я вспомнил одного своего знакомого, который отклонил очень неплохое предложение по работе. Я у него спросил, почему? Да видишь ли, говорит он, поблизости не было той кофейни, в которую я так люблю ходить. До нее было слишком далеко. Если бы я сел на машину за время своего перерыва на обед, я бы не успел до нее доехать. И поэтому ты отказался от этой работы? Да, именно поэтому не было кофейни, что было первой мыслью, приоритетом в разуме этого человека. Другой знакомый тоже отклонил предложение о работе. Правда, это предложение было в другом городе, ему нужно было переезжать. Предложение было весьма и весьма выгодным. И вот я спросил, почему ты это сделал? Нету поблизости церкви, говорит он. Нету того общения, в которое я мог бы примкнуть, я где мог бы с единомышленниками, с братьями и сестрами строить Царство Небесное, общаться и расти духовно. Что сделали израильтяне, первым делом оказавшись в этой новой реальности? Все новое, все незнакомое, многое непонятное, и еще и враги. Они поставили жертвенник Богу. Они правильно расставили приоритеты. А ты, дорогой друг, я не говорю о тех, кто, может быть, переехал физически на новое место, потому что Новый год – это новая реальность для всех нас. Это терра инкогнито, это незнакомая земля. И вот мы на нее вступили. И Господь нам говорит, помните, Матфея 6 глава, 33 стих, «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и все остальное, говорит он, приложится вам. Это обетование Божьего стоит. Никто не отменял Его в 23 году, никто не сбросил нашего Господа с Его престола, с Его трона, на котором Он находится. До сих пор Он там. Да, я понимаю, что много сложностей в мире. Да, я понимаю, что основы безопасности, основы миропорядки разрушаются, основы братских взаимоотношений. Но только не наш Господь. Фундамент Его стоит, Его великий маистат, Его великий трон, Его великий престол. Никто Господа не сверг со своего престола. Что же нужно, чтобы мы были крепки в этом Новом году? Что же нужно, чтобы Церковь могла пройти благословенно этот Новый год? Что нужно для того, чтобы семья моя могла пройти этот год с благословением? А то же нужно, что и тогда. Правильные приоритеты. Единство, щедрость, верность, активность. И очень важно хорошо начать. Именно поэтому мы собираемся здесь, в этот первый день Нового года. Именно поэтому у нас начинается все с молитвы. Помните, в беге спринтер, который, начавши, бег лучше всех, который стартовал лучше всех, он получает определенное преимущество. И, кстати, очень часто заканчивает бег первым. Потому что начинает правильно. У нас даже есть такая поговорка, хорошее начало – полдела откачало. Давайте начнем правильно. Расставим правильные приоритеты. Пусть Господь будет во главе, пусть станет жертвенник даже там, где есть пустошь, где, казалось бы, другого ничего нет. Отдадим Господу первое, то, что необходимо отдать. И Он благословит, Он выйдет навстречу, Он поможет расправиться со всеми трудностями, ибо Он все еще правит. Он правит вселенной, а значит, правит и нашей жизнью. Его обетование – да и аминь. Он до сих пор обещает нам, нам, Церкви Иисуса Христа, сегодня, сея с вами, во все дни, во все дни до скончания века. Аминь. Помолимся, друзья. Аминь.